В Краснофлотском районе в результате конфликта между сторожем гаражного кооператива и хозяином одного из боксов с ножевым ранением в грудь госпитализирован один из участников конфликта. В больницу в экстренном порядке был доставлен автолюбитель, который занимался машиной в своем гараже. Полученная им рана опасна. Пациент, судя по следам, потерял много крови. Ей забрызгана вся сторожка. Снаружи капель нет, из чего полицейские сделали вывод, что удар ножом был нанесен именно в караульном помещении. Услуги врачей потребовались и охраннику. После драки он пребывал в плачевном состоянии. Хозяин бокса изрядно разбил ему голову. Я ему пришел, сказал, чтобы домой уходил или что-то. Он на меня накинулся и сбил меня. Так, а говорят, вы ножом его первым ударили? Да нет, он врет все. Сторож успел рассказать патрульным свою версию ЧП. По словам 55-летнего охранника, ссора случилась из-за особенностей кооператива. Его можно назвать подземным. Над боксами имеется бетонное перекрытие, из-за чего вентиляция оставляет желать лучшего. Задержавшийся в своем отсеке автолюбитель мерз и поэтому не глушил двигатель машины. Выхлопные газы заполняли галерею, и сторож знал, что толком не сможет ее проветрить. Сидеть же всю ночь в загазованном подземелье он не хотел, а потому пошел и сделал замечание. По всей видимости, слишком резкое. От ответа на вопрос, кто именно ранил автолюбителя, мужчина уклонялся. Однако, за очевидностью ситуации, решающего значения его признание не имело. После оказания медпомощи, сторож попал на допрос в качестве главного подозреваемого. Охранную вахту в окровавленной сторожке принял его сменщик, которого председатель ГСК вызвал с выходного дня. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Алексей Овчинов.